Остаться в декрете и работать через интернет или идти работать на дядю? Поговорим о данной теме в этом видео. Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, я являюсь автором двух книг по сетевому маркетингу про рыв ведущий к успеху или как подняться в интернете, Лохотрон этот ваш сетевой личный опыт. Также в моем арсенале есть множество PDF отчетов на разные тематики по продвижению себя в сети интернет. И да, эту информацию вы найдете в описании к данному видео. Сегодня затрону острый вопрос на тему того, работать ли через интернет маме и остаться в декрете, либо же идти работать на дядю. Этот вопрос едва ли не у каждой мамы, которая вышла в декрет, является важным и острым. У каждого из нас разные приоритеты, принципы, желания, ценности. Но данный вопрос возникает тогда, когда на первом месте и на чаше весов перевешивает слово «семья». Так было и со мной. Уже 24 года я ощутила себя на дне жизни. Все было хорошо, вроде, но в сфере жизни явно давали какие-то сбой и перекосы. И после явных осознаний, что я хочу и почему это вообще все происходит, я поняла. Я не успела реализоваться в жизни. Да, я работала, я училась. И я имела какие-то возможности, которыми пользовалась умело. И откладывала, тратила, подарки дарила. И резко, в промежуток красивого слова «декрет» у меня случился провал, потому что лишних денег у меня не было. И для меня это было равно провалу в пропасть. Я любила дорогие подарки дарить. Я любила учиться сама. Любила работать. Любила делать все сама. И в тот момент, когда стал острый вопрос, ребенок и семья, либо же там работа, я, конечно, пошла на поводу не своего собственного желания, а здоровья и желания мужа. И поэтому ушла в декрет, что явилось впоследствии для меня с сильным стрессом и с встряской. А еще после того, когда я выбрала здоровье дочери, я поняла, что мне придется быть с ней 24 на 7. И после этого выбора, который был для меня явным и обязательным, я поняла, что что-то нужно менять в своей жизни. После поиска удаленной работы и натыканий на различные объявления, куда меня только не носила и в какие проекты я только не попадала. И дело в том, что рано или поздно я начала сама разбираться в том, что вообще творится на рынке и что предлагают, где правда, где ложь, а где вообще лохотрон. И этот промежуток, так как я работала сама, у меня не было поддержки, в семье меня, естественно, не поддерживали. У меня этот промежуток растянулся, как пластилин, в разные стороны, далеко. И мне пришлось все полностью самой изучать. Я была ни в одном, да, сетевом проекте, ни в одной компании. Но я считаю, что это как раз-таки мой опыт. И да, я не зомби, я пробовала себя. Будучи мамой, которая получала 150 рублей за грудное вскармливание и оставшиеся копейки за все остальное, я явно не могла себе позволить личный товарооборот в 5,5 тысяч рублей. И тем более не в 9 тысяч рублей. Но тем не менее, я брала и пробовала. Я старалась искать потребителей определенной продукции для того, чтобы делать личный товарооборот от своего собственного лица. И первое мое долгое сотрудничество с одной компанией продлилось около года. Пока я не поняла, что я не расту и команды у меня, естественно, нет. Но я не выполняю те условия, которые нужны. И чаще всего происходит это по причине того, что я не могла собрать этот долбанный личный товарооборот, который так надоедлив в сетевом маркетинге. Но без него, к сожалению, невозможен рост. Именно от этого мы растем, от этого мы получаем деньги. И на этом, на всем в полной мере завязан сетевой бизнес. И да, я начала искать новую компанию. Я попробовала в предыдущей и поняла, что косметическая продукция меня интересует. Мне интересно, мне интересно рассказывать людям о возможностях, мне интересно показывать продукт, мне интересно слышать отзывы и слушать, что этот определенный продукт каждому человеку в разной степени помог. И именно таким образом, методом проб и ошибок, я пришла в ту компанию, которая мне засела в душу и понравилась большему моему окружению, родственников, людей и потребителей, которых я находила на земле. Рост свой я ощутила только тогда, когда увидела, что за моей спиной есть команда единомышленников. Но у меня случился новый спад. Не все так ирьяно желали достижений, как я. И не все так хотели двигаться сквозь все преграды абсолютно. И поэтому маленький процент таких людей, как я, мне дал понять, что я опять нахожусь на спаде. И те методы, которым старые методы, которые мучат наши наставники нас в тот момент особенно, не дают вообще никаких результатов. И эти результаты не могут тем более повторить мои люди. И в принципе не желают, потому что это не продуктивно, не эффективно и неинтересно именно им. Тогда я решила снова сделать свой вызов в жизни и пойти обучаться. Обучалась я долго, упорно, много денег вкладывала, вкладывала последние деньги. Много чего было. И в итоге очередной рост я ощутила после того, когда за моей спиной уже были написаны две книги по сетевому маркетингу. Я написала обучение для своей личной команды. Я написала курс по тому, как найти себя самого. Потому что многие мамы, как раз таки приходя в декрет, нечаянно, случайно, либо же запланированно, чаще всего теряют себя. Но кроме мам в декрете есть обычные люди, которые просто не знают своих целей, свои мечты, не понимают вообще, кто они. И именно поэтому я собрала свои знания в другую коробочку и отнесла их в свой личный курс. И на данный момент я провожу консультации, которые помогут вам вырваться из декрета в финансовое благополучие. Я расскажу, где я зарабатываю, как я зарабатываю деньги. Я покажу вам возможности, которые могут быть вам интересны. И одни из них это, как минимум, официальное трудоустройство в компании и официальная зарплата. Да, на нашем рынке есть и такие, которые официально нас трудоустраивают и выплачивают налоги. Естественно, после того, когда мы выполняем определенные условия, мы получаем еще дополнительные выплаты. И за год эти выплаты... И эти выплаты, в принципе, немаленькие. После того, когда мы принимаем явное решение работать и понимаем, для чего нам это нужно. Сразу говорю, что работа в косметической компании. Кому, как ни нам, девушкам, мамам в декрете, желающим немножко измениться, немножко где-то что-то подтянуть, изменить, убрать, приобрести новые черты лица и тела, заниматься такой темой. И в завершение я хочу сказать, что моя жизнь поделилась до и после декрета. После декрета множество чего произошло и дальше происходит. Но это совершенно как будто две разные жизни и две возможности. В одной стороне я била упорно в цель и шла без желания развиваться, учиться. Я делала это потому, что было необходимо. Учиться пошла, куда пошла, работать пошла, куда взяли, потому что опыт мой был на нуле, потому что я только закончила колледж, в институт только пошла. Уже необходим был тогда опыт двух-трех лет, а откуда его брать было непонятно. Потому как я закончила институт и через буквально полторы недели я родила свою дочку, естественно, по определенному времени, по нашим законам сейчас, в принципе, нас не возьмут на ту должность, на которой мы должны быть. И опять же, должен быть опыт работы. Меня это очень сильно задевало всегда. Я работала там, где я могла хоть как-то заработать деньги. Мне интереса этого никогда никакого не приносила и не интересовала. Мне необходимо было просто работать и бить в цель. А сейчас во время декрета я поняла, что мне интересно заниматься тем, чем мне интересно. Тем, чем я могу заинтересовать своего ребенка в дальнейшем, чем я ей могу помочь в будущем. Именно поэтому одной из моей целей помочь как можно большему количеству мам в декрете. Сейчас вы найдете очень много предложений, которые есть на рынке, в интернете. Но для того, чтобы понять, что вам на самом деле интересно и подойдет ли вам вообще сетевой, а для того, чтобы он подошел, нужно понять это после прохождения консультации, после того, как вы найдете интересующего вас наставника, который вас будет зажигать. На самом деле это не ваше. Или все-таки вам это может понравиться. И правильные люди не говорят о том, что сетевом не надо продавать. Нужно и необходимо. Это наш рост. Но этому мы обучаем. Обучаем правильно позиционировать себя, правильно найти себя и правильно предлагать людям себя. Этому всему и еще множеству, чему обучает сама компания. А также мы наставники. Принимай правильное решение и иди на консультацию без каких-либо раздумий. И да, не забудьте скачать и прочитать две мои книги. Они очень полезны.